Всем привет! Привет! Вы на канале Сестрицы в теле. Я Света. А меня зовут Кристина. Мы две сестры. Мы вместе ведем блог по похудению. И немного мы уже похудели. Да, и ходим дальше. Вот вышли на улицу. Так сегодня опять тепло. Немножко ветер, правда, задувает динамики. А вчера было холодно. Мы снимали сегодня. Да, да. Нет, вчера солнышко было. Ну, мы с курткой ходили. Ага. Ну, это вот после позавчерашнего ливня. Там такая вот была плохая погода. Ну, мы зумбу в чай поделали. У меня это так хорошо. Сегодня я поприседала дома. Ну, под приложение. Просто накачать поп-приложение называется. Просто так, ну, знаете, все. Да. Ну, я с самого нулевого уровня пошла. Так что у меня ничего не болит. Но зато я потихоньку вхожу в ритм. Вот. А у меня грядка шейпинг была. Грядка шейпинг? Да. Замечательная зарядка. Я не знаю. У меня вообще нет земли, но у меня почему-то... Я вышла перед домом, у меня там опять все заросло. Перед домом же... Ну, мы миллион раз говорили, что там территория придомовая, ее надо там тоже траву урвать. А мы живем соседка, а соседка уже пожилая женщина за 80. Она, естественно, ничего уже не порвет. А штрафовать будет весь дом. Поэтому там пришлось шейпингом позаниматься. Побежала. Котов погладила, поприседала. Ну, все как обычно, девочки. Я же вам расскажу. Свой ритуал. Просто я думаю, когда я так в наклон просто рву траву, там особо не работают никакие мышцы. Только по растягиванию ягодицы. А надо же еще приседать, чтобы ноги и попа потягивала. Ну, да. И поэтому пришлось еще приседать и качать пресс. Ну, вот хорошо, чтобы поприседала, покачала пресс. Ну, потому что на грядке ты сильно так все равно не упашься, как надо. Не те мышцы работают. Не те мышцы. Упашешься, ты ты упашешься, как лошадь. Только не те мышцы. Я вообще слышала, ну, читала, что вот эти домашние дела, стирка, убойка, они совсем не те мышцы тренируют. Конечно. Ты просто упашиваешься и все. И из-под наклей зеленую так траву тяжело, она в черную такую превращается. А в варежках все она? В варежках я не чувствую траву вообще, что мне надо рвать. А ты не режешься травой? Нет. Я врежу всегда. Нет, я так раз быстро. А, когтями вот этими. Ты маникюр для этого делала, да? И у меня там потом черное такое, черно-зеленое. Я теперь знаю для чего. Потом я сидела в ванночке, у меня была там сода, йод, соль, сода. Я там такую эту сделала. Мишанину. Мишанину. И потом мне пришлось старую зубную щетку выковыривать все это из-под ногтей. Ну, девчата, смотрите, какую колобничку-то сода-йод. Сейчас выбекут продавцы. Интересно, а почем? И что? А почем колобничка? 4,7. Надо Яночки чуть-чуть купить. Она любит колобничку. На обратном пути сейчас пойдем и будем покупать. А это 450 это что, килограмм? Ну, конечно, за килограмм. Это, ты не по лукошкам зуб продлёта по килограмм. Тогда нормально, слишком жирно. Вот. Ты сказала, что ты Яну на математику отжила? Яночка, нет, не сказала. Она сейчас на математике. Потом у нас будет часик дойти до школы, что-нибудь перекусить. И потом мы дальше идем по работе. Да. Работаем. Так, несколько тут вопросиков у нас, как всегда. Вот, как раз про уколы красоты тоже написали. Светик, это все бизнес и ничего больше. Я не знаю, почему в творческой студии имен нет. Что-то сбой какой-то. Ну, да. Вот. А как же раньше все жили без этой индустрии? Лично я против этих процедур. Вся косметика у вас в огороде. Никаких мешательств вашего организма. Да. Я люблю огородскую косметику. Люблю огурец наложить, кефир намазать. Как не приду, она всегда в такой визе. Желток люблю. Почему не снимаете? Не знаю. Я говорю, а что ты не снимаешь? Девочкам мне понравилось. А ты мне обещала огородный фитнес, кстати. Да. Ну, мы все зубы делали. Так, с тебя на днях огородный фитнес. Хорошо. А ты не собираешься про новости рассказать? Девочки, я завтра еду на рыбалку на два дня. И поищаю их. Вся работа, забота. Меня нет на два дня, на два дня. Вы забудьте про меня. Так что у нее отпуск на два дня и будете работать я одна. Да. А ты когда отпуск возьмешь, я думаю, ты никогда его не возьмешь. Тогда Голик. Нет. Почему? А, нет, вы к Маше там хотели поехать. Мы собирались поехать и встретиться с ним в Москве и там по Москве погулять. Ну, вот, замечательно. Потом я буду целый прикрывать. Потом это будет в июле. Ну, вот, а потом мы заберем и будем всем... Вот девочки пишут про купальники. Я вот опять потеряла это сообщение. А в купальнике помнишь чуть-чуть? Да, конечно, помню. Девочки, мы и так увидим ваши купальники летом. Вы будете каждый день на море сниматься опять в этих купальниках. А, ну да. Мы с... В прошлом году так и было. Потом все лето у нас прогулки в купальниках были. Да. Уже потом глаза замазолили эти купальники. И как-то девочки ненормально. Мне поначалу там писали всякие плохие комментарии про то, что надо одеть что-нибудь побольше, почернее, чтобы закрыть это безобразие. Спасательный круг вы забыли снять. Да. Там много чего писали. Мальчики, они про своих косаток все любят. Почему-то вот эти млекопитающие... А Саня Санёк на постоянно пишет. Я вас помню. Опять что-то написала. А женщины, они более по каверзам писали. Там такое, такие сообщения. Светочка, ты все природу у нас снимаешь, да? Где тут сиренька? Тут дуванчики. А девочки спрашивали там сиреньки. Вот сиреньки. И про купальники нам написали. Не переживайте, даже если вы нам не снимете в магазине, мы увидим их на море. Ну да. Вот, главное, снимайте море каждый день. Ну, примерку тоже интересно. Да мы, конечно же, снимем примерку. Там же много разных купальников. Какой идет фасон вот на ту фигуру? Какой не идет? Ну, мне же написали, какой идет. Да, это тебе какие-нибудь стринги выбрать. Или как они там называются? Полосочкой. Да вы что такое? Как я позорить не собираюсь? Там же смотрят все люди, которые в течение моей жизни меня знают. Все твои знакомые, еще одноклассники. А я училась в пяти школах. Всем привет! Ребята! В нескольких школах, еще в институте, и на нескольких работах работала. И у меня миллион знакомых. И они меня видели в течение всей моей жизни. Так они уже тебя в том году увидели в купальнике. Ну, они же хоть в порядочном купальнике не убить. А, в стынгах не хочешь, да, перед ними какая-то салат? Это у меня раньше были такие, знаете, страхи. Вот это вот, что я помню тебе говорила, что я буду сильно толстая и упаду где-нибудь в автобусе. А, это как ты не могла встать от стоматологического кресла, забыли на ступеньку. Да, у меня были страхи, что я упаду от инфаркта где-нибудь в автобусе, и у меня задерется юбка, а там будут панталоны видны. Что такая будет нелепая смерть. Какие интересные страхи у людей, все хорязные. Что это к опозорю. Вот так же ты мне, Света, подставляешь, если ты мне заставишь мерить, как у докупальника со стрингами. Ну вот, обломалась моя мечта. Да, и что это, как мне будут потом храбить таких пантаунов? Ой, тьфу тебе, и пун тебе вот такое наизю. Тайго, и она. Ой, извини, как цветет, все пахнет. Что ты там живешь в автобусе? Завтра на обалку поедем в станицу Новосябиновскую, вот, запомнил. Мы, девочки, напишите, что вы хотите, чтобы она снимала. Я ей сказала, чтобы все снималась там с зарядкой, снимала зарядку. Да, я буду все снимать, девчата. Все два дня, что мы там будем делать, я поснимаю. А колдыри что там будет? Нет. Я ведь контролирую тебя, даже отсюда. Нет. В планы это не входит, так что не будет. А, ну и хорошо. Мы будем уху жарить, ой, жарить. Варить уху? Варить уху, потом жарить шашлык и ловить рыбу. И зарядку делать. Хорошо. Сделай зарядку. Сделай ягодичную мышцу, там, что-то делать, собрала. Трегировать. Да, мне ж надо к лету подкачать попец. А ты как, рядом с ухажером будешь зарядку делать? Нет, конечно, я отойду. И в лесу безвести. Я в случае не куст отойду. Там же места такие расчащенные, и вот через 2 метра опять кусты. И я вот за следующие куски спрячусь. Смотри, что там маньяков не было. Кстати, я баллончик-то не забыла. Чтобы топор. Я специально покупала баллончик для этого. А вот для чего? Мне чесало про собак там. Нет, ну мы для собак тоже. Смотри, берешь с собой топор. Нет, в том году мы ездили, я смотрю, он положил топорик возле себя. Думаю, вот мне бы баллончик газовый не помешал. Потому что в том году приехали вот эти охранники, его забрали, что-то там, ну с кем я ездила на рыбалку. И куда-то они уехали. Долго не было. Я думала, сейчас какие-нибудь придут пандиты. Ну да. Так страшно было. Вот, думаю, надо взять с собой баллончик. Конечно. И себе еще, для себя топорик надо взять. У меня есть дума небольшая. Я топориком не умею оборудовать. Это ты у нас, этот, готова, готова на все. Я такая, попшикать. Духи достану и буду духами пшикать. В рот прям с праза. Это ты этот всадник. Слушай, не поможет вот этого, что ты там духами будешь. Хотя бы тогда надо лак прелесть взять. Кристина кричать. Хотя бы лак прелесть надо взять. Она всегда отбивала просто всех. Из каких-то драк. Я помню, у нас был друг знакомый, парень. Его начали бить. Не помню, за что. Там целая толпа. Это было в Ростове. В Ростове. Она взяла кирпич. И, короче, там их всех из этого испугала. Ну, мы тоже там помогали. Ну, самый динамичный. Это вот была она. Буйвол. Хотя была тогда встроенная дама. Да. Сейчас бы тебя еще больше испугали. Наших бьют. Поэтому она говорит, у меня когда стрессовая ситуация, могу даже сильно кричать. А ведь бывает же такое, да? Ну, да. Я еще ее стрессовую. Что-то я буду так... Ой, да ее шмель когда садится, то-то и на полгейска вздрагивает. Такие вопли жуткие. А, шмель, шмель. Не, я просто буду так кричать, как будто гон у слонов ладят. Да и сейчас уже ухо режет. Как будто гон у слонов надел. Или они на водопой бегут. Блин, так жарко. Мне в черных же динцах так жарко. Да мы что-то еще опять раз, но рассмеялись. Ну, да. Вот так походили, поговорили с вами уже надо на математику. Мы ходили, поговорили и пять шагов находили. Я так сейчас утром бежала, девочки, что ни шагом мир не надела. Не кольцо даже обручать, да, ничего. Погнала. Просто, просто. Погнала. 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 Хочу попробовать кубник в этом году. Давай, нормально, наверное. Ничего так? Вкусненько. Очень сладко. Давай, смотри, пожалуйста. Девочки, одну-две штуки всего лишь можно, а не вот эту всю бадью. Очень жаль. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Девочки, у нас такой вопросик. Девчата, вы пьете чай, кофе через час после еды или сразу? Я сейчас вообще пью только один раз в день, вот это покупное, когда мы в кафе ходим. Но это вообще не во время еды никак. Это между приемами пищи? Да. Одну чашку кофе мы выпиваем и все. И я пью вообще ее без сахара, поэтому ее как прием пищи, навряд ли можно считать. Это уже намного позже после обеда у меня и происходит. Или смотря во сколько мы сюда приходим, во сколько ребенка нужно сюда отправлять в школу. Вот. Ну, примерно это в обед, ну в 12 где-то, это еще и не кушаем, и ничего. А потом мы, например, едим уже дома в часа в два. И вообще по-разному, когда кто ест. Ну, мы знаем, что нужно вот этот соблюдать период, чтобы после еды нельзя запивать водой. Мы это уже давно-давно знаем. И что надо воду пить, наоборот, за полчасика до еды. Но если вы, например, вот в обед прибежали и очень голодные, вы должны выпить она воду. Она быстро усвоится, через 15 минут уже можно даже есть. Ну, желательно теплую, конечно, а такую прям хорошо теплую. И тогда там все прочистится и хоть ток будет от этой воды. Ледяной воды, вот это льве, там, глыкать со льдом, это самое вредное. Да, так что чашки кофе в день вообще хватает. Не, у нас нету зависимости от кофе. А то многие пишут, да сколько вы можете в кофе хлебать. Да, ну, кружку в день мы хлебаем. Там, если когда-нибудь, когда в гости пойду, там, кофе, чашечку выплю, там, ну, это приличие. А так, вот, дома чисто, только одну в день, и все. И то, вот, когда мы гуляем. Мы, мы не каждый день гуляем в центре, в центре. Кричь, оса! А это была не оса, я поэтому не кричила. А, ты увидела, да, что это мой какой-то. Я увидела, что это какой-то маленький жучел. Если была оса, я бы кричала громко, оса или пчела. А, ты думаешь, что это мой какой-то маленький жучел. А, ты думаешь, что это мой какой-то маленький жучел.